С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 9 августа. День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. Сражение было чрезвычайно упорным. Шведы потеряли 361 человека убитыми. Потери России составили 127. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота. Сегодня отмечается Всемирный день коренных народов мира и Всемирный день книголюбов. Получилось это так. В США стали отмечать в этот день Национальный день книголюбов. Праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днем. Отмечается он ежегодно теперь 9 августа. У родившихся. В 1819 году в этот мир приходит Уильям Томас Грин Мортон, американский донтист-хирург, впервые успешно применивший эфир как анестезирующее средство. В сентябре 1846 года он успешно использовал его для безболезненного удаления зуба. Что бы мы без него делали? В 1893 год рождается Вера Холодная, самая известная актриса немого кино. В 1899 году рождается Хелен Линдон Гофф. Она берет себе псевдоним Памела Треверс и под этим именем пишет шесть книг о Мэри Поппинс, волшебнице, наделенной великим даром понимать и воспитывать детей. Настоящая няня. В 1930 году родился Александр Боин, журналист, дипломат, телеведущий. Человек, который одним из первых общался с помощью телевизионной камеры, а не выступал с речью. 1930 год. Юрий Гуляев приходит в этот мир. Советский оперный эстрадный певец, композитор, народный артист СССР. Улыбку Гуляева часто сравнивали с улыбкой Гагарина. И неудивительно, ведь песни из цикла Николая Добронравова и Александра Пахмутовой «Созвездие Гагарина» пел именно он. 1963 год. День рождения Уитни Хьюстон, американской певицы и актрисы. Начинала карьеру в качестве модели. В 2000-м появляются первые слухи о наркозависимости певицы. От обвинения в хранении марихуаны исполнительнице с супругом удается тогда откупиться. Но избавиться от вредных привычек нет. Уитни Хьюстон умирает в отеле «Беверли Хилтон» 11 февраля 2012 года. По решению администрации, номер, в котором произошла трагедия, больше не сдается. В 1968 году родилась Джулиан Андерсон, американская телеактриса из секретных материалов. Когда ей было 22 года, она перебирается в Нью-Йорк, чтобы покорять теперь американские театры. Андерсон посещает кастинги, каждый раз надеясь почему-то, что она их провалит. То есть, с одной стороны, она как бы хочет быть актрисой, с другой, как бы нет. Тем более, что выглядела она вызывающе и экстравагантно. Но неожиданно приглашение на кастинг новый проект «Секретные материалы». Продюсеры согласились взять Андерсон на роль только при условии ее полной внешней трансформации. На что Андерсон согласилась и получила роль, которая сделала ее знаменитой на весь мир. Событие дня. 1173 год. 9 августа. Зодчий скульптор Бонано из Пизы положил последний камень, фундамент ныне известной всему миру башни и сбежал. Закончив первый этаж высоту 11 метров, мастер к ужасу своему обнаружил, что сооружение отклонилось от вертикали на целых 4 сантиметра. После него еще трое зодчих возводили эту башню с перерывами в общей сложности, внимание, 164 года. К концу строительства отклонение от вертикали достигало уже 92 сантиметров. Ну а сегодня оно больше, внимание, 5 метров. Но башня по-прежнему стоит. 1859 год. Американец Натан Эймс патентует эскалатор, который он называет крутящейся лестницей. Но его идея так и не получила распространение. Только через 33 года другой американец Джесс Рено получает патент на более продвинутую идею эскалатора. В 1884 году устройство появляется в одном из парков Нью-Йорка. Правда, как аттракцион. Это было резиновое полотно, двигающееся под уклоном в 25 градусов. Ну а в Советский Союз эскалаторы приходят только с появлением метро. И приходится стране выпускать их самой. 9 августа 1898 года Рудольф Дизель получает патент на двигатель внутреннего сгорания, в котором горючая смесь воспламенялась вследствие высокого сжатия, а не от искры. 1945 год. Спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбрасывают вторую атомную бомбу, названную толстяком на Нагасаки. Погибают 74 тысячи человек. 1946 год. Заседание Оргбюро ЦК ВКПБ, посвященное вопросам культуры, а точнее руководству культуры. О вкусах вождя народов можно судить по его высказываниям на этом совещании. Цитата. «Почему я недолюбливаю Зощенко? Потому что они пишут что-то похоже на рвотный порошок. Вторая серия Ивана Грозного? Эйзенштейна. Омерзительная штука». Ну и так далее. Естественно, сталинские слова обретут силу оргвыводов. 1974 год. В полдень подает в отставку Ричард Никсон, 37-й президент США. Он становится первым, вынужденным так поступить президентом страны. 38-й руководитель государства Джеральд Рудольф Форд приводится к присяге. 1990 год. Президент СССР Михаил Горбачев подписывает указ об образовании фонда государственного имущества, задачей которого является разработка и реализация программы преобразования государственных предприятий в акционерные общества и предприятия, основанные на иных формах собственности с одновременным осуществлением демонополизации производства. Ну, то бишь, частные. 1996 год. Борис Ельцин, избранный на второй срок, официально вступает в должность президента страны. Из-за состояния здоровья главы государства церемония инаугурации сокращает до 17 минут, на чем, впрочем, экономит почти 6 миллиардов рублей. А еще через три года, в этот же день, Борис Ельцин отправляет в отставку правительство Сергея Степашина и называет главу ФСБ Владимира Путина своим преемником на президентских выборах. Ну и самое последнее. 9 августа. Знаменитое исполнение 7-й ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде. За дирижерским пультом в большом зале филармонии стоял главный дирижер оркестра ленинградского радио Карл Ильич Эльцберг. Он был болен дистрофией и любое движение отнимало частицу его жизни. Музыкантов вызывали с фронта, чтобы сформировать оркестр. Во время исполнения симфонии на город не упал ни один вражеский снаряд. Ни одна фашистская бомба. По приказу командующего Ленинградским фронтом маршала Говорова все вражеские точки были заблаговременно подавлены. Пушки молчали, пока звучала музыка. Музыка Шостаковича. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.